ЗАПИСЬ К ВРАЧУ 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 Ну что ж, моё изображение вроде бы в норме, а значит, можно смело возвращаться на студию. Ситуация в школах республики тоже пока остаётся спокойной. В Министерстве образования уверяют, что даже переход на дистанционное обучение не будет болезненным. Электронные журналы и дневники давно стали обычными рабочими инструментами и уже не раз выручали при эпидемии гриппа. Учимся в штатном режиме. До каникул, я думаю, что мы постараемся сохранить обучение в очном формате. Каких-то предпосылок к переводу на дистанционный формат, или как школы, например, в других регионах уходят на каникулы заранее, у нас пока такого нет. Тем не менее, в школах и детских садах меры санитарно-эпидемиологического контроля усилят. Учебный процесс будет вестись без перемещения по кабинетам. Помещение следует проветривать чаще и проводить там дезинфекцию. Кроме того, отменено проведение массовых мероприятий. Светлана Познякова, Семен Антонов, Вести Чувашия. Федеральный проект «Спорт. Норма жизни» получил дополнительную финансовую поддержку. Правительство Чувашии при уточнении республиканского бюджета на 2020 год добавило отрасли физической культуры и спорт еще 410 миллионов рублей. Выделены средства целевые и направлены на укрепление материально-технической базы спортивных школ. Сегодня первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Эльвира Матрёнина ознакомилась с проектом реконструкции крупнейшего в республике спортивного объекта – Третьей школы Олимпийского резерва. С места событий на прямой связи наш корреспондент Вячеслав Ильин. Да, Оксана, я приветствую тебя и зрителей программы «Вести Чебоксары». Мы находимся в Ново-Чебоксарске. В Манеже Третьей школы я здесь не перениму, этот комплекс меня поражает своими размерами. В это трудно поверить, но первое здание было открыто в 1980 году. Так называемый корпус А. Он высотой 56 метров и вместил в себя 4 игровых зала и, помимо этого, административные, медицинские и гостиничные этажи. В 1984 году основное здание с четырьмя спортивными площадками дополнил легкоатлетический манеж, в котором мы сейчас находимся. А спустя еще один олимпийский цикл – открытый 50-метровый плавательный бассейн. Строительство использовали современные на тот момент технологии. Каркасная основа здания, алюминиевые облицовочные блоки, дополненные стеклянными витражами. Комплекс, стоимость которого на сегодня вместе с основными средствами составляет 3 четверти миллиарда рублей, уникален. Второго такого на территории России нет. Созданная инфраструктура позволяет проводить соревнования, тренировочные сборы и восстановительные процедуры спортсменам по 36 видам, не покидая спортивный объект. Однако и большому кораблю необходим плановый ремонт. Каждый материал имеет свой срок эксплуатации. Стеновые панели из алюминиевого профиля, утепленные полиуретаном, не держат тепло. Зимой в залах холодно. Мы заказали экспертизу фирмы «Рубин», которая подтвердила наше предположение. Поэтому предполагается замена этих стеновых панелей и оконных блоков на более современные. Но это, как говорится, видимая часть предстоящей реконструкции. А ведь есть еще те виды работ, которые скрыты от взгляда. Ведь только электрических кабелей необходимо будет протянуть 8 километров, плюс трубы водоснабжения и канализации. В общем, объем работ достаточно высокий. Главными приоритетами в этом объекте именно реконструкция, на что нам было выделено, на первое уточнение, порядка 132 миллионов рублей. И эти деньги нам необходимо освоить именно в этом году. И мы ставим задачу руководству школы освоить эти денежные средства и не приливать сам тренировочный процесс. Мы находимся в легкоатлетическом манеже, и здесь идет тренировка. Ребята повышают свое спортивное мастерство. Ну и в свете последних событий мы, конечно же, не могли обойти стороной тему пандемии коронавируса. Тренировочные занятия мы не отменяем. Мы работаем в штатном режиме. Просто также рекомендовали руководителям предусмотреть индивидуальный план подготовки. А что касается игр баскетбол и шокеев? Очень насущный вопрос. Обращается очень много болельщиков. Они ждут этих игр. Мы, конечно же, их понимаем. И поэтому никаких переносов у нас не будет. И зрителей пока мы не удаляем. И я надеюсь, что эта информация о том, что болельщики и любители спорта Республики смогут поддержать своих любимцев, баскетболистов, чебоксарских ястребов и хоккеистов хоккейного клуба «Чебоксары» в играх чемпионата страны, воочию, как говорится, с трибун порадовала любителей спорта. Так что увидимся на спортивных площадках. Оксана. Спасибо, Вячеслав. Это было прямое включение снова чебоксарского спорткомплекса, где планируют провести масштабную реконструкцию. На прямой связи с нами был спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. А теперь переходим к другой теме. Сегодня более 10 тысяч жителей Республики, зарегистрированных на портале Госуслуг, записываются на прямой к врачам через эту платформу. Таковы официальные данные регионального Минздрава. Много это или мало? Во всем ли разобрались люди? И что делать человеку, если у него до сих пор нет пароля от сайта, а медпомощь требуется прямо сейчас? Наш корреспондент Евгений Зиновьева выяснила, легко ли сегодня попасть на прием к нужному специалисту. Чебоксарка Марина Алексеева – зарегистрированный пользователь портала Госуслуг. С гаджетами исключительно на «ты». С самого начала рассказывает пенсионерка к идее записи. К врачу через эту интернет-площадку относилась позитивно. Казалось, выбрать подходящее время для посещения специалиста можно в три клика. На деле все оказалось не так просто. Сегодня Марина Викторовна пыталась записаться на прием в Республиканскую стоматологическую поликлинику, но ничего не вышло. Я зашла на портал Госуслуг, вбила номер страхового полиса, меня пустила в меню основное, пыталась по поисковой строке набрать «республиканское» – поиск ничего не дал. Стоматологическое – поиск ничего не дал. Тогда пришлось мне листать от начала до конца и по адресу пытаться сориентироваться. И вышло, что взрослое отделение там, или взрослое терапевтическое отделение в скобочках, парадонтологи, тире РСП, и уже, судя по адресу Московский проспект, я поняла то, что мне нужно. Вышла табличка, техническая ошибка, извините, начните, значит, меню сначала. То, о чем говорит Марина Алексеева, это вот этот список всех лечебно-профилактических учреждений Республики для записи на портале. Он же дублируется на карте рядом. Каждая поликлиника на ней имеет свое цифровое обозначение. По словам представителя Медицинского информационно-аналитического центра Евгения Вазина, именно он в Республике курирует перенос электронной регистратуры на новую платформу, разобраться в способах навигации проще простого. При записи к терапевту система автоматически прикрепляет человека к нужному участку. Так что запутаться просто не получится, добавляют в Минздраве. То же самое с выбором узких специалистов и отменной встречи с врачом. В профильном ведомстве отмечают, запись к врачу через госуслуги – это не прихоть нашего Минздрава, а требование федерального правительства. Причем наши специалисты не вправе менять интерфейс платформы. Она едина для всех субъектов страны. Система, на мой взгляд, очень удобна. Я, если позволите, даже объясню, почему. Сейчас, буквально, я не знаю, в 4-5 клика мы можем произвести запись. То есть первый клик мы выбираем, указываем системе, что запись необходима мне. Далее мы выбираем свой участок лечащего врача, на второй клик. Третий клик мы выбираем специальность врача. Четвертый клик мы выбираем самого врача. И последний клик – это выбор времени. Тогда почему у людей столько вопросов, если система удобна? Я не могу сказать, почему у людей столько вопросов. По одной из версий, люди еще просто не разобрались в официально запущенном две недели назад ноу-хау. По другой, часть жителей республики вообще не зарегистрирована на едином портале госуслуг. В то же время, людям предлагают не забывать про два старых проверенных способа записи к врачу. Либо доходить до метаучреждения самостоятельно, либо звонить в регистратуру по телефону. Алло, здравствуйте, городская клиническая больница номер один. Наташа, здравствуйте. Слушаю вас. В последние две недели количество звонков в справочно-консультационное отделение больницы, рассказывает работник колл-центра Наталья Антонова, выросло вдвое, до двух с половиной тысяч в смену. Их ежедневно принимают три специалиста. Вопросы, касающиеся записи к врачу через портал госуслуг, побили все рекорды. Если раньше в электронной регистратуре с понедельника по пятницу можно было увидеть часы приема врача, даже если можно было не попасть в этот день, то сейчас звонков стало больше, потому что спрашивают, вот допустим, сейчас у нас если запись идет на среду, а как вот он работает, понедельник, вторник. Ну вот эти дни поживают, да. Как врач работает, чтобы некоторым же нужно, чтобы взять анализы там или какое-то направление. Подобные просьбы жители из колл-центра напрямую передают в профильное ведомство. Там решают, как на них реагировать. К примеру, по желанию пациентов на портале уже запустили услугу вызова врача на дом. К концу года на сайте будет доступна запись на диспансеризацию, профосмотр и к специалистам по номерному направлению. Пока в Республиканском Минздраве занимаются вопросами совершенствования системы записи к врачу через портал госуслуги, мы решили воспользоваться вторым из предложенных вариантов и попробовали записаться на прием к врачу через колл-центр ГКБ номер один. Мы честно пытались это сделать три раза и ждали по 20 минут, но все тщетно. Девушка на том конце провода упорно повторяла нам одни и те же слова. Вас приветствует колл-центр здоровья. В данный момент все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Евгения Зиновьева, Семен Антонов, Вести, Чебоксары. В Чебоксарах проходит антитеррористическое учение, которое проводит оперативный штаб при Национальном антитеррористическом комитете Республики. Правоохранители и специальные службы используют вооружение и боевую технику. В ходе учения будет отработана слаженность действий подразделений при реагировании на угрозы террористического характера. Горожан просят сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и спецслужб. Чебоксарец, бросивший самокат в ребенка, предстал перед судом. 58-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью, совершенном с применением предметов в качестве оружия. Напомню, случай произошел осенью прошлого года. Следствие и суд установили, что вечером 24 сентября осужденный вышел из дома по проспекту Мира. Без видимых на то причин мужчина бросил стоявший рядом самокат в 11-летнего мальчика, который на тот момент находился во дворе. Таким образом, он причинил этому мальчику телесные повреждения, расценивающиеся как причинившие легкий вред здоровью, что установлено проведенной по уголовному делу судебно-медицинской экспертизой. Обвиняемому назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ. В Чебоксарах 8 проектов развития общественной инфраструктуры в этом году получат софинансирование. 5 из них в сфере образования, 2 в области ЖКХ и 1 проект в сфере культуры. Общая стоимость более 24 миллионов рублей. В прошлом году в столице удалось реализовать 27 проектов, основанных на местных инициативах. Общая сумма превысила 40 миллионов рублей. Преобразилась набережная в Заволжье, благоустроенная территория, прилегающая к памятнику павшим воинам в Сосновке. Обновилась спортплощадка в 59-й столичной школе, облагорожены внутридомовые территории. Горожане вложили в реализацию проектов почти 8 миллионов рублей. Глава администрации Алексей Ладыков подчеркнул, что при уточнении республиканского бюджета планируется увеличить финансирование проектов развития общественной инфраструктуры. В Чувашино эти цели направят 463 миллиона рублей. Из них для Чебокстара на 8 проектов предусмотрено около 5 миллионов. В администрации надеются, что возникшие ограничения удастся снять. Куча заявок со стороны жителей, как частного сектора, так и многоквартирных домов. Я не готовы вкладывать по 10-15%, но у нас нет возможности из городского бюджета софинансировать, потому что у нас уровень софинансирования большой, да? Да, 80%. 80%. Но в этой части это нужно отрабатывать. 22 апреля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Мои коллеги вышли на Чебоксарские улицы, чтобы узнать у горожан, как они относятся к изменениям, которые предлагают внести в основу полагающий документ страны. Сейчас именно Конституция, наверное, некоторые законы сделаны для народа, а не для высшестоящих. Почему бы в Конституцию не включить то, что хотя бы раз в год какие-то коэффициенты от добычи продуктов этих, нефтегазов, продуктов, какой-то процент выделить населению? Вот бы такую Конституцию довели бы, было бы все замечательно. Вы знаете, мне кажется, сейчас Конституция просто идеальная. Все учтено, все правильно. Пенсия, конечно, должна быть повышена, а цены при этом не повышали бы в магазинах, и коммунальные услуги также. Это очень важно, и здравоохранение обратили бы больше внимания. Думаю, изменения нужны всегда, так что даже будет лучше, наверное, если они появятся. Чуваша может войти в федеральный маршрут детского образовательного туризма. Об этом сообщила заместитель председателя Кабинета министров Республики Алла Салаева. Она приняла участие в совещании, организованном Ростуризмом. Отмечу, что в Республике с 2016 года реализуется проект «Живые уроки», где в рамках школьной программы занятия проводятся за пределами классов. В музеях, на предприятиях, в культурных учреждениях. Наработки Чувашии заинтересовали федеральных экспертов. Более того, Алла Салаева предложила следующее заседание Комитета по развитию детского туризма провести в Чебоксарах, чтобы наработанный нами опыт смогли оценить представители других регионов. Сейчас в Республике планируют подготовить пакет предложений, чтобы Чувашия попала в федеральный маршрут образовательного туризма. Тогда к нам смогут приехать российские школьники, а наши ребята, соответственно, отправятся в познавательное путешествие по другим городам. Формировать детский образовательный туризм и предлагать школьникам те или иные экскурсии, первично на эти экскурсии надо посмотреть глазами самих школьников. Потому что сегодня это уже VR, это 3D, это совершенно другие технологии. И вот как только школьники других регионов или наши ребята сами захотят посетить тот или иной наш музей и войти в ту или иную федеральную программу, ну, в программу экскурсионную, это, конечно, будет то, к чему мы должны стремиться. В Государственной Третьяковской галерее открылась экспозиция из собрания Чувашского художественного музея. Такие выставки региональных коллекций в Москве проходят уже 20 лет. В экспозиции 76 картин, в том числе работы и таких известных живописцев, как Тропинин, Маковский, Перов, Крамской, Куинджи, Левитан. Коллекция русских художников 18-го, начала 20-го веков. Все картины не только отреставрированы, но и одеты в новые рамы. На эти цели были выделены средства из республиканского бюджета. Выставка приурочена к столетию Чувашской автономии. Две принципиальные работы Петра Уводкина, причем такого значения и уровня, которым может позавидовать даже сама Третьяковская галерея. Пять работ Николая Фешина. Для сравнения, в Третьяковской галерее всего одна небольшая картина Николая Фешина. Почувствуйте. Прекраснейшая ранняя работа Роберта Рафаэловича Фалька. И это авторство было установлено и подтверждено в результате уникальной реставрации, через которую прошла вся коллекция, представленная в Москве. К сожалению, завтра Третьяковская галерея закрывается из-за коронавируса до 10 апреля. Однако картины из собрания Чувашского художественного музея экспонируются там до начала июня. Так что шанс посмотреть на них в Москве есть. Эхо прошедшего в Чебоксарах чемпионата России по самбо стало мощным стимулом для юных представителей Республиканской Федерации самообороны без оружия. В этом наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин убедился, посетив розыгрыш наград первенства Чувашии. Почти 150 юношей и девушек в возрасте от 16 лет и младше на коврах столичного дворца самбо боролись за 20 комплектов наград первенства Чувашии. Мальчики и девочки, они знают, за что борются. Потому что эти соревнования отборчены на первенство Привозского федерального округа, которое пройдет через две недели. Из этих соревнований с Привозского федерального округа уже будет отбор у юношей на международный турнир Победа, который пройдет в Санкт-Петербурге. Он посвящен 75-летию Победы Великой Отечественной войны. А девочки будут отбираться на первенство России. В числе тех, кто рассчитывает достойно представить свою республику и спортивную школу на региональном перенце страны, первый разрядник Алмаз Пегасов, спортсмен в красной курке. На ковер республиканских соревнований девятиклассник столичного училища Олимпийского резерва выходил в ранги бронзового призера прошлогоднего перенства России. Положение, как говорится, обязывает. И 14-летний самбист доказал свой технический класс. В семи проведенных встречах он отдал соперникам всего один балл. И это при том, что в весе до 60 килограммов было заявлено 24 спортсмена. С секретом успеха Алмаз поделился с нами. Мой тренер еще и папа, и он требует с меня больше усилий, и я должен тренироваться все больше и больше. И иногда я даже завидую своим сверстникам, потому что они могут похалявничать, а мне надо пахать и пахать. И с другой стороны, тренер прав, и я должен стать чемпионом. А вот коллегу Алмаза по тренировочной группе Сергея Пегасова Веру Смеловскую она в красной курте вдохновляет пример старших подруг, лидеров сборных Чувашия России Елены Бондаревой и Веры Латковой. Пока же Вера может похвастаться только серебряной наградой перенства Чувашия. В финале категории до 52 килограммов она уступила золото, сверстнице, линии Зоркины. До старта регионального перенства страны есть еще две недели на исправление ошибок. Вячеслав Ильин. Вести Чувашия. В связи с распространением коронавируса вопрос укрепления иммунитета становится животрепещущим. По мнению специалистов, сопротивляемость организма всевозможным инфекциям во многом зависит от того, что мы едим. Поэтому не лишним будет разнообразить рацион питания продуктами, которые богаты витаминами. Одним из таких является рыба. Где в Чебоксарах можно найти качественные морские деликатесы, расскажем в сюжете. Чевыча, кишечки, нерка и корюшку обожаю. Свежим огурцом пахнет, когда ее разделываешь. Чебоксарка Людмила Сергеева делится своими предпочтениями в еде. Муж более 30 лет ходил в море и часто баловал домочадцев рыбными деликатесами. И не зря. Тихоокеанская от пресноводной отличается не только вкусовыми качествами. Морская рыба богата различными микроэлементами. Это чевыча, королева лососевых. Дикий лосось ее по-другому знают. Она не искусственно выращенная. Тихоокеанская. Здесь очень много омега-3 и омега-6. Она очень влияет на молодость, собственно, ну и на весь организм. Особенно богата витаминами рыбная печень, поэтому любители морских деликатесов не оставят без внимания и полку с консервами. Сделать полезный бутерброд можно также с красной икрой. Отдел тихоокеанских деликатесов развернулся на пятом этаже в МТВ-центре. На витрине чавыча зубатка, кижуч, нерка, кита, галец. Красная и белая рыба холодного и горячего копчения, а также слабосоленная. Тех, кто хочет разнообразить рацион питания и укрепить иммунитет, ждут в отделе рыбы Камчатки до 22 марта включительно с 10 до 19 часов. Вероника Павлова, Никита Углев, Вести Чувашия. Таким был вторник. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Напомню, программа Вести Чебоксары сменила время. И теперь мы с вами встречаемся в 17.30.